Сегодня, 1 сентября, сесть за парты Родаковской школы, от которой остались лишь стены, должны были больше 300 учащихся. Теперь дети будут учиться в соседнем селе и в местном детском саду. Но праздничную линейку, посвященную началу учебного года, провели здесь, на руинах родной школы. Так решили дети и их родители. Здание учебного заведения уже не единожды подвергается арт-обстрелам. Но до этого таких масштабных разрушений не было. Это 2014 год, это первый обстрел, это правое крыло было разрушено, прямое попадание. В очередной раз школу Родакова, где уже все было готово к началу нового учебного года, националисты обстреляли в ночь на 16 августа. Прилетели американские ракеты. Осколки до сих пор разбросаны на территории и за ее пределами. Помимо социальной инфраструктуры, также пострадали жилые дома. Примело, летело, мы даже не видели, что тут горело все вот это. Мы не могли выйти на балконы, балконы поставили, стекла побили. Мы никуда не уезжаем, потому что мы здесь местные. Здесь наши дети, родители, внуки, правнуки. Сидеть в подвалах у жителей уже нет сил. Живут и не знают, а наступит ли завтрашний день, увидят ли они солнечный свет. С началом специальной военной операции появилась надежда, что страх, тревога скоро закончатся. Постепенно люди возвращаются к мирной жизни. Накануне нового учебного года все школы Славяно-Сербского района, а их 17, получили гуманитарную помощь от депутата Государственной думы Александра Прокопьева. Фура с надписью «Детям Луганска» из России в Славяно-Сербский район привезла больше трех с половиной тонн груза. Это теннисные столы, спортивные маты, мячи, мягкие игровые модули для младших классов. Получат свою часть спортивного инвентаря для уроков физкультуры и ученики разрушенной школы в поселке Родакова. Вот сейчас идет оценка экспертами, возможно ли восстановление этой школы, либо же придется строить, возводить здание заново. Но вне зависимости от того, какое примут решение, я надеюсь, что администрация найдет место для того, чтобы разместить этот инвентарь, чтобы ребята смогли им пользоваться уже сейчас. Власти района предложили использовать инвентарь в уцелевшем корпусе Родаковской школы, где расположен спортивный зал, но при условии, что в помещении находиться будет безопасно. Как вариант разместить оборудование в местном ДК. В любом случае, обещает глава, дети смогут им воспользоваться, пока не откроется школа. После 2014 года отстроили, я думаю, что и после этого события школа будет отстроена заново. Это третье, можно так сказать, воскрешение данной школы. После 1974 года это уже третье. Надеюсь, что все оправдается. И есть надежда, что с открытием новой школы начнется мирная жизнь. И вернется к своей работе учитель физкультуры, который добровольцем ушел на фронт. Евгений Плохотин, Алексей Фризин. День с толком. Из Луганской Народной Республики.